Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Я молодая девушка учился в нелюбимом вузе на четвёртом курсе. Вуз выбрала сама, но позже пришло полное разочарование выбранной профессии. Скажите, пожалуйста, следствие чего пришло здесь у вас, получается, разочарование? Как оно появилось? Это какие-то неоправданные ожидания от, допустим, учёбы. У вас. Это какие-то неоправданные ожидания от профессии. Вот. То есть, что произошло? Как так получилось, что вы разочаровались? Вот. И самое главное, наверное, здесь то, на мой взгляд. Вот. Если вы разочарованы, оказались, вот, то вопрос здесь возникает, ну, наверное, другой. А как вы отнеслись к разочарованию? Вот. Это, ну, в первую очередь. Как вы отнеслись? Как вы отнеслись к тому, что вы разочаровались? Так. Первый момент. Второй момент. Что вы делаете или делали с разочарованием, которое вы почувствовали? Вот. И делали ли вы вообще что-то с ним? Вот. То есть, или вы просто вот как-то, ну, предпочитаете ничего не делать с ним, как бы ожидая, что оно пройдёт само по себе. Ну, вот. Это очень важно, потому что, если вы не обращаете внимание на то, на то, каким образом оно появляется, вот, то вы, соответственно, вряд ли отдаёте себе отчёт в том, что происходит в вашей жизни. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, речь идёт о том, что вы, ну, не получили, может быть, какого-то быстрого результата, вот, который хотели получить от, ну, допустим, учёба, да, вот, не получили, не получили какой-то прогрессии, а, ну, которую ждали, которую ожидали, на которую надеялись, вот. И, соответственно, испытали этого человека, потому что на более длительной дистанции, как мне кажется, он сложно. То есть, когда, ну, вот, результат, когда какой-то эффект вот ваших усилий, скажем, ну, скажем так, несколько откладывается, да, вот, вы чувствуете как раз то, что можно было бы назвать проблемой. То есть, вы чувствуете какие-то такие негативные чувства, да, вы ощущаете, как бы, такое что-то, ну, что-то негативное получалось. Ну, вот. И это же, в принципе, такой, ну, на мой взгляд, довольно серьёзный получается кризис, потому что человек выбирает профессию, профессию не нравится, он почему-то должен оставаться в этом месте и продолжать учиться, хотя ему как-то вот не сказать, чтобы особенно было это по душе. То есть, тут вот мы видим довольно строжное противоречие. Вот. Дальше. Скоро выхожу замуж за человека, которого люблю. Ну, то, что вы об этом говорите, что вы выходите замуж за человека к опроволюции, наверное, наводит нас на мыслабом. Что-то, что для вас, какое значение для вас имеет, ну, вот, то, что вы выходите замуж. Вот. То есть, имеет ли это для вас значение, значение, да? Ага, если да, имеет, если имеет, то какое? Вот. А как вы к этому относитесь, к тому, что вы выходите замуж? Вот. Какие это вызывают, ну, какие это вызывают, что у вас чувства, что вы рады к этому? Вот. Или вы чувствуете, ну, какие-то другие эмоции по этому поводу? Вот это было бы тоже очень неплохо было бы рассмотреть, вот, неплохо было бы это увидеть, неплохо было бы заметить, как вы воспринимаете замуж. Потому что, ну, вот, мой коллега, допустим, Кудрышев Игорь Леонидович, да, он, значит, утверждает, что у вас страх перед заменой жизни. Вот. Ну, может быть так, может быть нет, но вот надо бы, конечно, здесь увидеть, что для вас, какое значение для вас имеет, вот, замуж в первую очередь. Вот. Потому что от этого пристать. Дальше я сдала сессию, две недели отдыхала, сейчас вышла на учебу. Ага. Ага. Тяжело было сессию сдавать. Проблема моя в том, что я нахожусь в какой-то прекрастинации, не хочу садиться за учебу, занимаюсь бессмысленно делами, компьютерные игры, смотрю видео по ПТД, собираюсь добр на права и читаю книгу. Ну, смотрите, я, конечно, не знаю, ну, безусловно, я не знаю, как вы учитесь, в смысле, какой у вас график, и так далее, вот, кто-то, на мой взгляд, что две недели маловато отдыхать после сессии, вот, ну, может быть у вас вот так. То есть тут, конечно, можно только догадываться, как именно вы учитесь, да, как именно, вот, что именно, ну, что именно вы делаете, вот. Ну, на мой взгляд, как мне видится, да, как мне это кажется, вот, то, что вы не очень, не очень видите для себя необходимость учиться, вот. А сейчас, ну, мне так кажется, то есть у вас нет мотивации, возможно, это связано с тем, что вы в глубине души как-то понимаете, что учиться вам необязательно, что это может как-то подождать, вот. А вы как-то, ну, чувствуете, что мало, мало отдохнули, вот. А чувствуете, что можно было отдохнуть больше, вот. Вот, а есть такое ощущение, по крайней мере, у меня, что вы перетрудились. Есть такое ощущение у меня, что вы перетрудились, что вы, ну, не откликали. Знаете как? Устали. Вот. Устали и хотите отдохнуть. Еще. Ну, по полюсу. Вот. А есть у меня, у меня есть вот такое, такое чувство, по крайней мере. Опять же, могу, конечно, ошибаться. Вот. Но выглядит все таким образом. Вот. Особенно, если раньше ничего такого у вас не было. Дальше. Вы пишете, что я занимаюсь бессмысленными делами. Это тоже довольно интересно. То, что вы свои дела, по сути, называете бессмысленными. То есть, ну, по факту, получается, что вы обесцениваете то, что вы делаете, по сути. То есть, ну, то есть, вы чем-то занимаетесь, да, что-то делаете. Вот. И вы, получается, это обесцениваете. Вот. Ну, это очень-очень такой момент, на самом деле, нехорош, что вы обесцениваете то, что вы делаете. Потому что, ну, на мой взгляд, если человек отдыхает, значит, ему хочется отдохнуть. Если человек делает какое-то дело, то это дело достойно, как минимум. То есть, вот, то, что вы делаете, то, как вы относитесь к своему досугу, говорит о том, что вот как-то расслабляться, да, вы себе как-то запрещаете. Вот. То есть, есть какой-то такой вот запрет на то, чтобы расслабиться. Запрет на то, чтобы делать что-то бессмысленное. Ну, что, ну, любопытно, что чтение переды правил дорожных движений, да, вы тоже относитесь к чему-то, ну, к чему-то, ну, к чему-то бессмысленному. Вот. Это довольно интересно. То есть, вы собираетесь задавать на правое, получается, вот. И вы считаете, что это бессмысленное то, что вы делаете. То есть, ну, вот, налицо как раз вот такую противоречие, как будто бы. Ну, у вас налицо противоречие, у вас здесь очевидно конфликт. Вот, конфликт, ну, конфликт, получается, с самой собой. Вот. То есть, конфликт мотивации. Ну, это мои дела заканчиваются. Мне сложно от себя заставить убраться, приготовить что-то в состоянии апатичное. Не вижу ни в чем смысла. Меня глотит, что у меня нет любимого тела. Я не знаю, куда мне податься. Пристало давить следить за собой. Ну, есть ощущение, что у вас много... ...собие требований. Это такое ощущение, что у вас вот очень много требований. Вот эти требования, они не совсем вами осознаваемы. Они не совсем вами понимаются. Эти требования не совсем вы отдаете себе отчетных. Вот. Как будто бы. Вот. И есть такое ощущение, что вы от себя, ну, от себя во время чего-то требуете, 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 требуете. Вот. А чего вы от себя требуете, зачем, да? Для чего? Не очень понятно. То есть, вы, конечно, можете объяснить, для чего вам, например, убираться, да? Вы можете рассказать. А вы можете сказать, зачем вам готовить. Это правда, что вы можете это рассказать. Но вот хочется ли вам это делать на самом деле? Интересно ли вам это? Как вы к этому относитесь? Это очень важный вопрос, на который я бы хотел, чтобы вы постарались ответить себе, в первую очередь, сами себе. Вот. То есть, из-за чего, чем мне в тягость убираться, например. Из-за чего, чем мне в тягость готовить. Вот. То есть, ну, предполагается, что вы же хотите, наверное, капать. Предполагается, что вам это нравится. А получается, что мне что не нравится. Предполагается, что вы хотите убираться. А получается, что не хотите. Вот. То есть, это вот вся история. История про то, что я должна быть какой-то, да? То есть, ну, должна быть идеальной, например. Вот. А вы не идеальный, например. И вы понимаете, что достичь, 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 достичь идеала не получается. У вас. И от этого больно. Становь. В молодом человеку я стал равнодушен. Я могу не отвечать на его сообщения. Не хочу никакой близости. Ну, есть ощущение, конкретно здесь. что довольно сильно вы подавляете свои чувства. Есть такое ощущение, что вот довольно сильно вы себя подавляете. Есть ощущение, что довольно сильно вы сами себя сжимаете. Вот. Ну, психологически я имею ввиду. Вот. Заставляет себя быть кем-то. Кем-то другим. Не только вы являетесь. Кем-то другим. Ага. Ну, как бы, ну, Постоянно себя как-то вот, может быть, ну, пересиливая, да? Постоянно себя заставляя. Постоянно. Постоянно. Вы постоянно себя заставляете. Вы постоянно от себя требуете что-то. Вот. То есть, оживаете, вот, в таком, получается, опять-таки, постоянном напряжении. Что, что, вообще говоря, очень-очень тяжело и очень-очень непросто. Непросто в таком состоянии жить. Вот. Особенно там, ну, на постоянной основе, да? Особенно. Если вы понимаете, что, например, в ближайшее время придется делать так же. Вот. То есть, ну, расслабиться возможности нет. И в ближайшее время не предвидится такой возможности. Расслабиться. Вот. Когда отношения с молодым человеком становятся, условно говоря, в тягость. То есть, они становятся именно обязанностью. Они не становятся, ну, чем-то приятными. Они становятся больше обязанностью, чем, чем-то приятными. Вот. И в этой реальности вы живете. И, естественно, естественно, вам тяжело. Ну, естественно, вам трудно, естественно, вам, как бы, боль от этого. Вот. То есть, это, вот, в данном случае, то, чем вы сталкиваетесь, на мой взгляд. И это то, что вы пытаетесь, ну, как-то, вот, сами разрешить для себя. Пытаетесь? Вот. Именно пытаетесь это разрешить. Вот. Но получается только поскольку. Дальше. Я чувствую перед ним, что он приезжает домой, а он не блестит чистотой, что я готовлю только одно блюдо, что я обиженно как раз. Ну, здесь, эээ, не сложно увидеть опять. Эээ, те же требования ваши к себе. Такие большие, что дом, дом должен обязательно блестеть. Говорите вы. Откуда это у вас? Почему дом должен блестеть? Не совсем. Понятно. Ну, вы себе это требуется. Вот. Хотелось бы увидеть, откуда у вас это требование возникает. Ваше ожидание, что молодой человек будет вас ругать, тоже вызывает некоторые вопросы. То есть, почему, чего он должен вас ругать. Вот. Представить выяснить, ваша это агрессия на него вследствие того, что вы выстроили такие отношения, где не совсем обожаются ваши личные границы, например. Или это, это в целом ваш страх перед тем, что молодой человек может вас бросить. Ну, то есть, что вы, как бы, боитесь, что он вас бросит и, вот, вас говорит такой страх, страх того, что, ну, что вас могут бросить. Вот. И вы хотите, вот, держать дом в чистоте, чтобы молодой человек был доволен, чтобы, ну, чтобы его все устраивало. Вот. А если его не будет устраивать, то он обязательно вас бросит, обязательно от вас выйдет, в этом смысле. Вот. А это еще предстоит выяснить, предстоит выяснить, что это такое. Понимаете, да? Вот. Ну и, возможно, возможно, признать, ну, в первую очередь, себе, самой признаться в том, что, возможно, вы не такая. Какой вы себя рисуете, не такая, какой вы, а, себя представляете. Вот. То есть, это вот история про данный аспект. Это история именно про это. Вот. Дальше. Он меня не ругает, что я все же дома ничего не делаю. Это важно. Скажите, как выбраться из этого состояния. Ну, нужно разбираться в особенностях вашей психологической жизни. Как заставить себя учиться в лучшем новом денье, если не хочется вообще. Ну, опять же, заставить себя никак, а вот посмотреть, что, что вам может быть интересно, что вы делаете, или признать себе, что вам неинтересно. То, что вы делаете, вот это вот уже история куда более серьезно, на мой взгляд. Вот. А, поэтому, так сразу, я думаю, подсказать вам тут не получится. То есть, ну, опять же, вот, например, у моего коллеги, да, Кудрышева, Кудрышева, Игоря Леонидовича, есть предположение, что вы боитесь, ну, брак, вы боитесь, ну, заключение брака. Ну, не знаю. Может быть так. Может, действительно, в этом дело. А может быть дело в чем-то другом. А пока что я бы начал с требования к себе и с того, какое значение для вас иметь брак и совместное проживание, значит, с, ну, молодым человеком. Вот. Вот. Пока я бы начал с этого, там дальше уже можно было бы посмотреть. Ну, я имею в виду, как дальше складывается ваше время отношения с ним. Вот. Вот. Есть такое ощущение, что чем-то вы недовольны. Очень. Что-то вам не нравится в твоей жизни. Вот. Активно вы пытаетесь себя заставлять этому пути следовать. Ну, вот. Хотя. Хотя. Путь себя уже изжил. А признаться, что путь себя изжил – поясно, страшно. Ну, тяжело может быть, да. Вот. Есть такое ощущение у меня. Если это ощущение справедливое, вот, если это чувство действительно у вас присутствует, вот, то именно с этим в первую очередь нужно, мне кажется, работать, вот, чтобы дальше можно было у всех, ну, о чем-то высперечь. Вот. Потому что сейчас это просто проплачет. Я поняла, что живу в прошлом, где-то там в детстве, где было хорошо, не было никаких забот, но при этом у меня была куча мотивации, я была успешной, что не скажешь сейчас. Вот. Вот. Эм… 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 Что… Эм… Эм… В прошлом. Эм… Вы пытаетесь убежать. Вы убегаете сейчас. Просто. Вот. Вот. От чего-то вы убегаете. В настоящем. Эм… 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 Что вам, вот, причиняет, ну, скажем, скажем, эм… Тут нужно смотреть. Конечно. Эм… Потому… Потому что… Ну, пока… Пока… Пока, да. Эм… 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 Пока непонятно. Что именно… Что именно… Вас… Так… Что именно вас… Угрожает. Вот. Ну, на мой взгляд… Вы на себя слишком много… Узвалили. На мой взгляд. Вот. И брак… Вы на себя взвалили, получается. И учёбу… Вы на себя взвалили, получается. И обучение ПДД… Вы на себя взвалили, получается. То есть очень много всего, очень много всего, вот, вы не сюда вывалили, как мне видят. А ресурсы, ресурсы, ресурсы-то ваши, они не безграничны, вот. Ваши ресурсы, они вообще-то, ну, имеют такое свойство, заканчиваться, да, вот. И вот они заканчиваются, тут вы, вы не справляетесь уже, ну, с вызовами, которые, получается, сами себе бросают. Вот, возможно, торопитесь, опять же, торопитесь именно для того, чтобы быть успешной. Вам кажется, что если, ну, если вы и выучитесь, если вы и замыш выйдете, если вы на права сдадите, вот, вам кажется, что вы будете успешны. Вот, вы просто реализовываете, ну, свой собственный, грубо говоря, план по становлению успешных. Только не получается, не получается. Вот, ну, вы можете в качестве сравнения вспомнить о том, например, чего вам хотелось в детстве. Вот, так, ну, что вам было интересно в детстве, например, что вам нравилось в детстве, ну, например, от того, что нравится сейчас. Ага. Мне кажется, что разница в том, что в детстве, в детстве вы слабо шли на компромисс, вот. А в какой-то, в какой-то момент, вот во взрослом состоянии, вы стали идти на компромисс, на уступки. Уступки, это, конечно, хорошо. Вот, вы совершенно правы в том, что, ну, без уступок тяжко. Это правда, это верно. Верно. Это так. Вот. 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 Ну, действительно, без уступок, ну, вряд ли, ну, можно, ну, достичь чего-то. Вот. Вот. Но. Но. В какой-то момент, совершенно очевидно, что уступок стало больше. Стало больше, чем вам того хотелось. И это, вероятно, у нас прикосу. Вы сами заметили, как стали делать очень много уступок. Вот. И тем самым начали себя придавать. Вот. 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 Ну, на какой-то мерке, на каком-то увлечении, мол, мол, вот, сейчас я там все сделаю быстро. Вот. Сейчас у меня будет самая крутая семья, там, и так далее. Вот. Вот. И вы, вот, начали брать на себя, по сути, столько, сколько вот, ну, не можете, ну, не можете справиться с этим. Вот. Понимаете, да? И вот это и стало следствием, как мне кажется, вашего состояния на данный момент. Я вижу это так. Свои позиции. А в детстве было хорошо, если было свободнее. И так далее. Мне кажется, что не доиграли. В какой-то степени вы не доиграли. Но могу ошибаться в этом конкретном моменте. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, который позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь в помощь и вам она пригодится. Удачи! Удачи!